я работал я 7 лет работал на радио прекрасно понимаю как можно одну и ту же информацию переврать вот так вот тут вот тут она четко прослеживается тут я же говорю тут не надо быть великим этим политологом не надо тут достаточно быть таким обывателем как я про свои это самое я же вижу в какую сторону наклонится понимаете если я допустим даже вот ну скажем не все равно туда или сюда но все равно я пойму куда они клонят понимаете даже если они за тех не за тех но я пойму кому они клонят поэтому она и прослеживается я не хочу защищать тех защищать тех я вам просто объясняю из ну я что же имею как бы аналитический ум да я же могу понять в какую сторону он уклонен но мы же в ссср вы выросли у нас есть аналитический ну да нас научили вот чему я благодарен ссср это вот сто процентов меня в ссср научили читать между строчек вот за это ему большое спасибо ну и как вы думаете как все это будет решаться я думаю что будут суды какие ну компания типа дадут в суд вот эти компании подадут в суд шутима и медовы вообще вся ситуация вот это вот между украиной россии это я вам скажу честно даже я думаю что это надолго я думаю что ну я просто как бы это не мое мнение но я с ним согласен да вот многие наши политологи и журналисты и прочее прочее говорят о том что это надолго я тоже думаю что это надолго многие ну скажем я слышал такие речи опять это не мое но я где-то с этим согласен говорят о том что ключ ключ от мира на донбассе находится владимир владимирович ну вот так вот говорят то есть от него зависит что там и как там а почему люди думают что в россии что в украине что путин может решать все вы не перепутали его с волшебником я вам сейчас объясню я вам объясню свою позицию и где я согласен с нашими там допустим политологами игре они согласен и почему и так далее давайте возьмем вообще вот всю эту историю которая вот у нас в украине произошла майдан там туда и сюда и 5 10 с крымом вот эта история как вы считаете вот с крымом история как вы считаете вот это то что крым присоединили к россии это народ хотел или же это какие-то вот геополитические как говорится заманушки во первых вы мне хотели что-то объяснить а теперь вы мне верили из для того чтобы вам объяснить я хотел бы знать ваше мнение чтобы мы понимали о чем мы говорим мое мнение что в связи с тем что нато продвигается на восток допустим я служил свое время вот за пределами ссср и теперь моего в 90-е годы когда то есть горбачев там раздавал наш разваливал советский союз естественно было заверение что нато никуда продвигаться не будет и вообще зачем армия и так дальше лишь пункт помните когда у нас места ракет кастрюли делали в во время как говорится конверсии помните же вы же мы же с вами так скажем уже понял из ваших как бы из вашей речи что это геополитический как говорим на расклад ну каким образом таким образом россия пытается защитить свои интересы перед интересами западного мира я справлю по нему да а что еще остается делать мы как бы пришли к согласию тоже не секрет да естественно естественно допустим западный мир там европа и америка они свои интересы тут как бы пытаются защитить а россия пытается защитить свои интересы в том числе и защиту от надо поэтому если мы вам сейчас будем говорить что там народ чего-то хочет мы можем эту тему что народ там чего-то хочет опустить салюта лат какая разница что народ хочет ну ну это же какая разница вы сами понимаете народ народ мало чего решает но да так вот смотрите пожить его покрыть поскольку поскольку у россии есть интересы которые вот там на донбассе на свои интересы преследуют да то естественно решение этих проблем и находится от у заинтересованной стороны а кто заинтересованная сторона россия кто преследует а почему вы по вторую сторону не говорите я я вторую стране тоже буду говорить тоже мы мы это обсудим то же самое точно так же но хорошо есть одна я говорю пока про одну сторону да то есть интересы россии естественно россии кто команды путин а кто вторая страна теперь давайте разберемся со второй стороны что хочет украина и что хочет допустим ну европа и что хочет америка это все вторая страна ну и то это что-то тут нет двух сторон тут много сторон понимает много сторон я не сказал что их за люди стороны одна сторона а с другой стороны не нужно его здорово давайте давайте слова сторона уберем будем говорить интересы сторон интересы сторон а сторона не не обязательно 2 вот в мире есть запад восток север юг да уже 4 а если мы еще возьмем там эти самые это уже демагогия но тем не менее я я я вот о чем хочу сказать что есть есть страны у которых есть свои как говорится интерес у всех страны у всех стран особенно как говорится влиятельных свои интересы ничего тут говорится удивительного и и так с одной стороны у нас россия с другой стороны у нас кто ну скажем цивилизованный европейский мир ой а конкретнее а конкретнее европейский союз в данный 3 и а конкры а еще более конкретный америка вот 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 тут я уже это самое с вами соглашусь потому что поверьте мне европейский союз когда говорят про европейский союз это далеко не независимый союз вот когда-то его создала англия и потом она оттуда взяла и вышла кстати почему они вышли как вы думаете потому что в случае заварухи она хочет остаться также в стороне как и во время второй мировой войны и даже первый чтобы чтобы не участвовать в этой заварушке ну слушайте вполне возможно хотя у меня насчет этого немножко другие были мнения но ваше мнение тоже вот так вот так вот так вот давайте теперь я вас прошу а находится ли ключи от мира на донбассе находятся ли они в руках допустим президента вновь выбранного вот этого который байден я думаю именно полностью ключи нет потому что байден это всего лишь пешка это менеджер а за ним стоят естественно корпорации и и то что они задумали про путина говорила тоже подразумевал что за стеной путина тоже кто-то стоит поэтому скажем мы будем пока чтобы не говорить о круге мы будем говорить о личности которые представляют я предпочитаю назвать вещи своими именами дальше другая ситуация понимаете их не интерес сами так скажем как мы раньше видели продвижение на восток огромен интерес россии чтоб этого продвижения не было в данной ситуации и если я наступаю на вас это же я agree как говорится наступаю на вас правильно а вы соответственно обороняетесь в данной ситуации получается что россия должна делать все чтобы обороняться а эти соответственно так как у них интерес залезть в Украину и сделать ее членом НАТО и поставить как можно ближе ракеты и так дальше, и так дальше, это их ненаступательный интерес. Потому что на самом деле им плевать на Украину, им плевать на Белоруссию и тому подобное, но их очень-очень интересуют нефтевышки, которые, заметьте, выкинули из Российской Федерации, особенно при Путине. Вот я приехал в эту страну, Америку, в 90-е годы. Подождите, я вас не перебивал. Вы, значит, выкинули, я хотел уточнить. А я вам это и пытаюсь сказать. Если вы не будете перебивать меня, вы быстренько поймете. Я стараюсь коротко и конкретно. Потому что в 90-е годы, вот, допустим, так как я вам сказал, я с Дальнего Востока, вот весь Сахалин был утыкан вышками Chevron, Shell и там еще японская какая-то компания какая-то, Makamoto какая-то, ну, я не важно. Но в основном эти, да, Exxon и так дальше. Их всех оттуда выкинули. И я почему сказал, что когда я приехал в 90-е годы в Америку, мы здесь были как здесь, как популярные, символика вот эта советская, все, вот прямо любили. Путин пришел даже к власти в 2000 году, все равно мы были популярны. Я ходил тут с футболками Путина, все, а, прикольно. Ну, как только это все произошло и нефтяные вышки почему-то были выкинуты, вернее, эти компании были выкинуты, и теперь эти нефтяные вышки стали российскими, так сразу все поменялось. Поэтому задача, в общем-то, вернуть все это, потому что все очень просто. Надо, как говорится, сделать бардак. Желательно стравить, в моем понимании, Украину и Россию. Сделать большой бардак. А в бардаке всегда легче скинуть, как говорится, того, кто намешается, и все. Нет, просто в лунной воде легче ловить вот эту рыбку. Да, тут вы правы, 100%. Тут вы правы, 100%. Но, смотрите, давайте, опять же, вот есть противостояние двух систем, да? Есть противостояние двух систем. Ну, скажем, Европейская, сам Америка и Россия, да? Ну, по ходу так получается. Да нет, это не противостояние двух систем, понимаете? Это уже чисто борьба за интересы, то есть борьба за ресурсы. И все, ничего другого нет. Потому что, когда был Советский Союз, мы же тоже жили в Советском Союзе. Вот это было противостояние двух систем. Поверьте мне, они боялись Советского Союза. Вот я здесь, я не телевизор смотрю. Я, как говорится, лезу в архивы, мне интересно, я что-нибудь достаю. Мне очень интересно, откуда это взялось. Американцы мало что знают. Но, тем не менее, да, у них было четкое, это было противостояние двух систем. Потому что они боялись Советского Союза. Поэтому любой американец четко понимал, что вот прямо за углом сейчас Совет, понимаете, нападет. И даже при вопросе, каким образом, им было пофигу. Они знали, что вот танки сейчас зайдут. Какие танки, хотя бы тут океаны и так дальше. Но это ладно, мы опустим. Во-первых, проще содержать свой народ в страхе. Это раз. А самое главное, они боялись, чисто говоря, экономически. По утверждению этому всему тут же Китай. Если кто-то говорит, что Советский Союз не имел будущего, то в первую очередь этому человеку надо сказать, что Китая не существует. Вот Компартия. Все нормально. Самая быстро развивающаяся и самая лучшая экономика мира. Все нормально. А я помню Китай. Вы знаете, я вот в 80-м году помню. Был в Китае. Это был просто кобздец. И вы наверняка даже помните анекдоты про Китай. Помните, когда были такие детские? Мы в пионерлагере друг другу рассказывали. Китайцы запустили ракету. Ну, погибло 18 кочегаров. И вдруг вот так вот. Ну вот. Понимаете? То есть, группа выражаясь, это самое, в то время, когда, естественно, так скажем, страны НАТО были очень сильно заняты развалом Советского Союза. И они отпустили, так скажем. Ну, то есть, не до Китая им было. Китайцы молодцы, быстренько сгруппировались. И не дали себя развалить. Ну, в общем-то. И опять-таки вспомним. Также тот же Майдан. Ну, извините, я назову это так. Ну, то есть, ихнее событие на площади Тянь-Мань-Минь, там, в 89-м году, по-моему. Когда они просто тупо в это самое притащили армию. И то это студенческая их тоже революция. И нахер расстреляли всех. И похеру было мнение мира или там права человека. Все, всех посадили, стоять бояться. И заметьте, вот они буквально у нас сегодня по американским новостям даже показывают, что там кого-то, какого-то коррупционера, который своровал кучу денег, там, типа, смертная казнь. Ой, какой ужас, какой ужас, какой гадкий Китай. Нормально все? Понятно, понятно. Все это понятно. Вот, всех есть свои хотелочки. Я понимаю, что, да, вот, скажем, я понимаю, что Америка хочет господство. Это я понимаю. Я понимаю, что, возможно, и Россия хочет какого-то там, ну... Дело не в господстве, это борьба за ресурсы. Вы поймите правильно, это все уже борьба за ресурсы. Ну, да, то есть, кто, кто, ну, борьба за ресурсы, но в плане, кто над ними будет больше влиять. Конечно. Вот. Вот поэтому я и говорю. Нас, допустим, взяли, Украину и Россию, для того, чтобы... Мы вообще, вот, даже сам распад Советского Союза, вы же понимаете, это уже было... Если бы не... Ну, Советский Союз остался, это была бы великая и сильная держава. Нас сначала раскололи. Разделяем власть. Мы с вами про эту пословицу говорили. Вот они четко это сделали. Теперь надо поссорить всех. Вот они это тоже ссорят. И четко у них получается, заметьте. Ну, вот, да. Вот, вот, что есть, то есть. Поэтому вот мы, когда с вами коснулись запрета вот этих самых каналов, то это и есть идеологическая борьба. Нет, я понимаю. А вот просто я по-вашему, как говорится, чисто по-человечески. Как вы думаете? Чисто по-человечески. А как бы вы решили? Как бы вы решили? Чисто по-человечески, я вам скажу, вот, что бы сделал я. Вот, что бы сделал я. Скажи. В данной ситуации. Есть каналы такие вот, они популярны, эти каналы. И ЗИК, и Ньюс Ван, и 112. Да, они популярны. Потому что туда взяли хороших специалистов. Ну, я не про каналы, я про нашу, как говорится, про вообще ситуацию, так скажем. Так вот, я же говорю, что бы сделал я. Я бы со стороны, вот, допустим, себя, да, я бы сделал точно такие же каналы в ответ. И тоже бы набрал бы туда хороших специалистов. Чтобы, допустим, перетянуть обычного зрителя, допустим, со 112, к примеру, на 24. Вот так бы сделал я. Я еще раз повторю вопрос. Я не про телеканалы. Я говорю, а как вы думаете, вот, что бы вы сделали, вот там, ну, представьте себе, вас выбрали президентом. Вот что бы вы сделали, как бы вы решали эту проблему между Россией и, там, я не знаю, как бы вы решали проблему с Крымом, с Донбассом, с Россией? Чтобы закончить это дело, да, если бы я мог, допустим, у меня были бы такие возможности. Вот у меня есть возможности. Я бы восстановил вот границы, да, для начала. Границы Украины восстановил, да. Я бы, допустим, там, на Донбассе, значит, что там делать? Что там делать? Там, допустим, вот, что бы я сделал, если бы я мог. Значит, люди, которые, допустим, там, воевали и так далее, там, держали в руках оружие, значит, если они убивали людей, значит, надо с ними как-то там разобраться, да? Расстрелять? Да. Не, не расстрелять. А что с ними? Суди. Суди. А, суд после суда что? Суди. Остальные, кто там, куда там хочет, допустим, есть там люди, желающие уехать в Россию, пусть едут. Есть люди, которые желают остаться, пусть остаются. И вот начать там, допустим, восстанавливать экономику, чтобы там заработало все. Естественно, надо восстанавливать. Подождите, вы перескочили, вы мне извините, это самое, вы перескочили один шаг. То есть, получается, если войти армией, да, на Донбасс, то после этого, а как? Ну как, вот просто поставить на границе людей, да, вот границу, да, тех военнослужащих, которые там есть, военнослужащие, допустим, с российской стороны, вернуть их на родину, да? С теми военнослужащими, которые там вот как бы местные, тоже с ними решить этот вопрос, допустим, там, кого вот ставка, кого кто там пусть дальше служит, кого там, допустим, если он там виноват, значит, его там надо судить, да? Вот. То есть, я бы хотел бы просто там навести порядок, чтобы там, во-первых, не было вот этого вот комендантского часа, чтобы там можно было спокойно восстанавливать производство, чтобы там можно было спокойно восстановить те разрушения, которые там были. То есть, я бы хотел бы, вот, по-простому, восстановить статус-кво, который был до 2014 года. Я понимаю. Только вы понимаете, вы немножко все равно перепрыгиваете. Вот представьте себе, давайте так-то сделаем. Вот с одной стороны красные, с другой стороны белые. Или там синие, зеленые. Понимаете? Ни эти, ни эти не согласятся ни с этим, эти не согласятся с этими, эти не соглашаются с этим. В том-то весь и вопрос. Вот. Теперь они же, вы говорите, поставить людей на границе. На границе какое? Поставить на границе Донбасса людей, то есть выстроить, что, шеренгу? Вот просто вот, мы же взрослые с вами люди? Не, 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 шеренгу. А что? Вот как это делать? Я вам задам вопрос. В каком виде, в каком виде оно было до 2014 года? Да подождите. В том виде, я понимаю. Не задавайте мне вопрос на вопрос. Я просто хочу примерно вот понять, как вы это себе видите. То есть, я лично... Я бы хотел, я бы хотел восстановить... Какие действия? Вот вы приходите туда, вот представьте себе, вы приходите, за вами армия там, ну не знаю, вот все, да? И что? Вы такие приходите к границе. И дальше что? Вы говорите, люди, которые живущие на Донбассе, кто хочет, переезжайте в Украину, так? Ну да. Дальше. Вы берете рупор и кричите, кто не хочет, уезжайте в Россию. Вот. Это самое. Потом вы говорите, так, все, кто убивал, кто был в армии и тому подобное, мы вас будем судить. А как вы думаете, что на самом деле после всего, вот как вы вот это все прокричите, произойдет? Ну, явно же ничего хорошего. А что... Хорошо, подождите. Ну, это было... Мы же с вами взрослые люди, так было во время многих революций, да? Смотрите, смотрите, как вы считаете, вот как вы считаете, вот, допустим, вот те события, которые начали развиваться там на Донбассе, да? Вот. Они же не на ровном месте как бы возникли, да? Вы уходите. Мы сейчас с вами начнем отсюда прыгать туда, а потом рассказывать про это, а потом вспомним еще кого-то. Вот давайте вот просто, вот смотрите. Это можно что-то делать. Надо на что-то опираться. Опираться, если на то пошло, знаете, на что надо? Это мое мнение. Был 45-й год, и тогда мир весь четко поделили. Если на то пошло, то вот, когда была признана неделимость границ. Все остальное, чушь собачья, понимаете? Даже 91-й год и развал Советского Союза. Это мое мнение. Оно должно было на этом остановиться. То есть вы считаете, что... Это не я считаю, это то, что было подписано, между, извиняюсь, самыми великими державами мира. Советским Союзом. Я понял вашу мысль. То есть вы хотите сказать, чтобы НАТО не продвигалось дальше на восток? Я вас правильно? Ну, если, грубо выражаясь, все хотят мира, то, наверное, да. Ну, если я не буду лазить на ваш огород, правильно? Вы не будете, как говорится, меня там с лопатой поджидать. И вы будете лазить на мой огород. Я буду вас с лопатой поджидать. Но если вы постоянно, как говорится, сидите на заборе, то что я должен думать? Что вы все равно спрыгнете. Ну, хорошо. Но мы опять... Смотрите, мы ушли в демагогию. Я просто... Вот давайте вернемся. Вот просто вот поговорим только об одном. Вот о решении, так скажем, вот с вашей стороны. Вот вы президент страны, у вас все права и так дальше. Только давайте это сделаем по-взрослому. Я просто хочу понять. Вот я также задаю этот вопрос немного о русском. Мне так интересно. Ну, как сказать, интересно. Кто как видит это решение проблема. Понимаете? Потому что... Ну, вы тоже в 90-е жили, да? Вот есть два корица клана. Вот представьте себе, есть одна бригада и вторая. И рынок. Ну, и чего? Пока одни не заколбасят других, никто сам ничего не отдаст. Ну, что мы? Мы же не дети. Я вас понял. Ну, хорошо. Вот смотрите. Вы спросили у меня, что бы делал я. Я попытался как мог объяснить со своей колокольной вот это. Как я это вижу. А как вы видите решение проблемы? Ну, вы меня извините. Это же я вас спрашиваю. А как вы? Ну, мы же не в песочнице. Я попытался вам ответить так, как вижу я. Хотя вы меня там, допустим, критикуете туда-сюда. Но вы правы в том. Я попытался вам объяснить, как это вижу я. Подождите. Давайте, вот как у нас уже в процессе было разговора. Давайте говорить конкретными вещами. Не вот, как говорится. Я не критикую вас. Я просто говорю. Вы вот сказали образно. Образно все правильно. А теперь практика. То есть давайте вернемся к практике. Знаете, чтобы у всех все. Это что такое? У вас каждый президент. И что в России, что в Америке. Они все приходят. Всем все. Да я все. А потом берешь и спрашиваешь. Откуда ты возьмешь деньги? Подождите. Ну, почему тогда, вот вы говорите, я вас не перебиваю. Ну, хорошо. Вы тоже не перебиваете. Давайте это самое, уважать друг друга. Это самое. И потом каждый, знаете, а потом берешь его и спрашиваешь. Слышь, депутат. А где ты возьмешь на это деньги? А каким образом ты это уберешь? И все. И все поплавали. Поэтому, как говорится, вот решение этого конфликта. Мы не будем совсем там в детали. Да, там кто кого, там чего. Но вы же понимаете, да? Вот вы стали на границе, как говорится. Там, как вы сказали, вот это самое. Вот я даже образно. Это, конечно, ну, не так это будет. Я понимаю. Ну, я творческий человек. Я могу образно мыслить. Вот вы даже в рупор прокричали. И вот получается, представьте себе, допустим, там живет миллион человек. Вот человек, допустим, там даже сто тысяч перешло обратно. В Украину. Вы все их приняли. Все нормально. Еще сто тысяч там каких-то русских, да? Убежало в Россию. Восемьсот тысяч осталось, которая из них многие, да? Вот, то есть там в армии в этой. Которые там в танках сидят. И так дальше, и так дальше. Они никуда не убегут. Они понимают, что вы их, вы тем более им берете и в открытую говорите, будете судить. И, скорее всего, по-тяжелому. У них просто выбора нет. Понимаете? Это раз. Или это должна быть полная амнистия. Но тогда уже вы с этим не согласны. Дальше другая ситуация. Даже при полной амнистии они все равно не уйдут. Получается, надо вот ту часть, которая совсем не согласится все-таки уничтожать. Это так получается? Нет. Не уничтожать. А как? По-другому это не решится. Смотрите. Допустим, вот ваша идея амнистия всем, то есть никого вообще не наказывать, тоже... Это не моя идея. Я вам предложил как вариант. Это не моя идея. Я понимаю, да. Я понимаю. Я поэтому и рассматриваю. Я поэтому это дело и рассматриваю. Допустим, мы скажем так. Все, ребята, никто ни в чем не виноват. Ну. Никто ни в чем не виноват. Никого не будем судить, никого не будем преследовать и так далее, и так далее. Значит, давайте так. Мы указ повесили, давайте сдавайте оружие у кого какое есть, да. Вот сдавайте. И давайте приступайте, как говорится, к мирному труду. Вот такой вариант. Вот такой вариант. А что тогда будет? Тогда опять же сосед на соседа будет стучать, потому что он скажет, что этот Вася убил Петю. Понимаете? А так и было. Вспомните гражданскую войну. Вспомните после гражданской войны. Неужели вы думаете, что вот как нас учили, помните в советское время? Красные победили, белые. А что потом? И начали всякую херню про Сталина рассказывать, что он людей там что-то куда. А как по-другому-то было? Вы что думаете? Вот белые такие взялись и сказали, а, а, все, нас победили. Все, мы будем это самое теперь дружно, но в засос целоваться с красными. Нет же, конечно. Они продолжали так же бороться. А вы меня опять перебиваете. Это самое. Они продолжали так же бороться, да. Вот эти все фильмы, там, типа, восстание кулаков, там, или еще что-нибудь. Как угодно это назови. Никто никогда до конца не сдастся. Правильно? Вот. Согласен. Ну вот. Поэтому у вас четкое понятие. Если вы, как говорится, нормальный, так говорится, главнокомандующий, вы понимаете, что, ну, те, кто особенно, как говорится, с оружием в руках, они не смирятся с этим. У кого-то, тем более, погибли родственники. Так что делать-то? Вот что делать, да. Что делать? Ну вот видите. А дальше другая ситуация. Смотрите. Мы опять-таки возвращаемся. Типа, вот, мы не уходим в сторону. Крым, то есть, этот, Донбасс одно. А с Крымом что делать? Вы то же самое? Подойдете к границе, к Крыму и то же самое скажете? Ну, там вообще, тот же Севастополь, он никогда не сдастся. И что делать? Так получается, война? Почему он должен сдаваться или не сдаваться? Он может существовать вот в таком виде, в котором он существует? Ну, он существовал в таком виде, который этот самый, это самое. Ну, неважно там. Ну, на данный момент, на сегодняшний день. Ну, хорошо. Вот я вам задам такой вопрос. Значит, сейчас, вот сейчас, в Крыму. Это не вопрос. Ну, юрисдикция России, так? Вернуть юрисдикцию Украины. Вот так, как оно было до 14-го года. Такое там возможно сделать. Там никого судить не надо. Там никто никого не убивал. Там люди себе будут жить, как и живы. Как понять? Вернуть. Вот как вернуть. Вы, подождите, я же не сказал, что вы будете волшебником. Я сказал, что вы будете главнокомандующим и президентом, допустим. Вот вы в вашем лице, вы главнокомандующий и президент Украины. Но вы не волшебник. Ну, да, да. Ну, вот. Я понимаю, если бы я сказал, вот вам волшебная палочка. Ну, такие, вернуть. И махнули. И вернули. Я понимаю. Ну, как вы думаете, как это может быть вернуть? Вы пытаетесь себя на какой-то юмор перенести. Да нет, ну, я о серьезных вещах говорю. Ну, просто, ну, что? Нам же не орать. Я о серьезных вещах. Нам же не орать друг на друга. Я лучше с улыбкой, как говорится, поговорим, чем мы будем там что-то скалиться. Ну, да. Нет, скалиться не надо. Скалиться не надо. Но давайте вот как серьезно, да? Вот как серьезно. Что было, допустим, вот в Крыму? Какая была ситуация до февраля месяца? Да какая разница, как она была? Мы же с вами решаем вот проблему, как говорится, ну, которую вы хотите решить вот в ближайшем будущем, как я понимаю, да? Ну, вот давайте про нее поговорим. Какая она была уже? Ладно, давайте забудем, как говорится. Ну, не то, что забудем. Мы про это отдельно можем поговорить. Я не совсем понимаю, что вы хотите. Честно говоря, я не могу. Я еще раз хочу. Хорошо, давайте еще раз. Как вы думаете, если вот вам даст класс? Вот вы даже в лице. Как решать эту проблему? Вот как решать эту проблему между Россией и Украиной? Вот только реально. Вот реально, понимаете, какая штука? То есть не как бы хотелось, что у меня есть волшебная палочка. Вы же понимаете, что, ну как, вернуть юрисдикцию... Кто ее должен вернуть? Как кто ее должен вернуть? Ну, кто должен вернуть юрисдикцию Крыма? А обратно в Украину? Кто? Россия, что ли? Нет, почему? Правительство то и правительство это. Должны там, допустим, сесть, поговорить, что, как, чего, почему. И, ну, я же не политолог. Я так думаю, что там у них будут и консультанты, и прочее, и прочее. Я думаю, что именно вот детали, детали, да, они могут там у себя обсудить. Я не могу обсуждать детали, потому что я в этом деле не профессор, я слесарь. Понимаете, я не политолог. Но при желании двух государств, при желании, обоюдном желании, этот вопрос решить без проблем. Вы думаете, это самое, будет учитывать мнение Украины, что ли? Кто будет учитывать мнение Украины? Естественно, кто стоит за Украиной. Естественно, вот есть, представляете, Украина, даже, вот представьте себе ситуацию, если Украина и Россия решат обратно соединиться. Вы думаете, тот, кто помог вот сделать всю эту ситуацию, весь этот бардак, а то и, соответственно, страна Альбион и, соответственно, другие Соединенные Республики позволят это сделать? Нет, конечно. Понятно, понятно. Значит, без просвета. Ну, я не знаю. Нет, мне бы хотелось найти решение. Я почему и начал вас это спрашивать? Ну, знаете, что, вот у меня, допустим, да, у меня свои взгляды на эту вещь, я, конечно, да, я не политолог, не политик и не экономист, да? Я это мыслю со своей, как говорится, колокольной. Да, но можно мыслить, как говорится, там, вот рассуждать на кухне, знаете, как это там бабушки делают. А можно подойти к здравому. Да, мы сейчас с вами этим и занимаемся. Мы сейчас с вами рассуждаем на кухне, грубо говоря. Ну, нет, я все-таки, вот, как говорится, немножко человек, который имеет практику, вот, и военную тоже. Я понимаю, что одни никогда не согласятся с другими, понимаете? И революции я уже в своей жизни тоже видел побольше. И Майдан свой первый прошел в 1985-м, в 85-м, я нисколько не оговариваюсь. А это где? Это где? Где? В Польше, помните? Восстание Леха Валенции. Смотно, смотно. Ну, вы же помните, что такое было. Вот, поэтому, да, вот, как говорится, это самое, и так дальше, и так дальше. То есть у меня, я тогда, в общем-то, немножко по-другому, я тогда не видел общую картину. Но я понимал, что это уже страшная штука, понимаете? И я понимал, что... Ну, хорошо, я вам задам сейчас такой вопрос. Как вы думаете, на сегодняшний день будут ли предпринимать какие-то действия та же самая Америка в плане либо вперед, либо взад? В ближайшее время, я вам это почти могу утвердительно сказать, она даст кредиты, вы закупите оружие, а потом вот этой молодежи она даст флаг. Вот, как вы видите, флаги у нас любят, неважно, оранжевая революция, белая, или там еще какие-то... Я могу сказать, что будут какие-то военные действия. Да, к сожалению, да. Знаете, это исключать нельзя, исключать нельзя. Поверьте мне, мне это больше всего не хочется. Это раз. Дело в том, что меня, вот, кстати, на сегодняшний день больше интересует вопрос, который там в Приднестровье. Сейчас за вот этот кусочек земли тоже начались, как бы, пока подготовительные какие-то, подготовительные какие-то работы, скажем так. Да. Вы заметьте, вокруг России везде поджигают вот эти костры. Это вам ничего не напоминает, допустим, там, 37-й год, 38-й, 39-й? Ну, вы имеете в виду, когда вот... Да, и то, что происходило... Против коммунистической России, так сказать, восстал весь мир, да? Во-первых, не против коммунистической России, а против Советского Союза. Ну, так как, слушайте. Вы в Советском Союзе жили... Это яйца, только ведь слева. Нет. Понимаете, ваша Украина тоже была у СССР. Так что давайте это самое... Называйте вещи своими именами. Я, как государство, себя туда тоже включаю. Потому что оно исторически так было. И так оно было. То-то и дело. Я себя из того, как говорится, не выделяю. То есть я там участвовал, как говорится, целиком и полностью. Вот. Мало того, кто-то еще и работал на военных предприятиях. Вот. Я работал на военных. Вот. И служили, наверное, в Советской Армии. Во внутренних войсках. Ну, ладно. Дело не в этом. Я просто говорю про то, что так или иначе, заметьте, никто... То есть тот, кто стоит в Америке, кто-то тем более сейчас сидит в Киеве. А это не Зеленский. Там целый штаб сидит, мама дорогая моя. А вот. И это самое. Они не уйдут с Украины. В идеале бы, конечно, в моем понимании, в идеале бы, конечно, если бы как-то вот это ушло, и потом люди бы договорились, и, может быть, даже объединились. И опять бы, любому человеку в Киеве принадлежал бы не только Крым, но и Владивосток, и Камчатка. Понимаете? Как это раньше было. Вы считаете, что вот у нас там вот это внешнее управление, и Америка там диктует свои хотелки, да? А я не считаю. Это так. Так, мало того, я дальше могу, даже больше вам могу сказать. А вы думаете, что в Берлине и так? Вы хотите сказать, что Германия независимая страна, что ли? Она что, не проиграла войну? Проиграла войну. А после того, когда она проиграла войну, как вы думаете, она находится под влиянием тех, кто выиграл? Никто это не отменял. Подождите, а на сегодняшний день она находится под влиянием именно тех, кто выиграл? Конечно. А кто это отменял? Кто это отменял? Никто не отменял. То есть вы хотите сказать, что в сегодняшний день Германия находится под влиянием России? Нет. В том-то и дело. Если бы существовал... Подождите, а кто был... Вы мне задали вопрос, дайте мне ответить. Да, да. Это самое. Если бы существовал Советский Союз, опять вспоминаем 1945 год. Мир делился на три части. Помните, да? Вот. Ну да. Все, этой серии вот так, такие границы, ваше сфера влияние, Советского Союза не стало. Заметьте, остались только две страны. Две страны. Вы же должны понимать. Вот они теперь и рулят. А Советский Союз, Советский Союз проиграл холодную войну. И мало того, что самое интересное, что большинство людей не понимает, особенно российских, что мы тоже в оккупации. Россия тоже в оккупации. Под кем? Здравствуйте. Под теми же людьми. То есть Америка и над вами получается висит. Да. Только влияние разное, понимаете? Ну, не знаю, не знаю. Может быть, вы правы. А что тут не знаю? Может быть, в основах нет. Ну, вы в 90-е вспомните. Я вам не зря приводил пример по поводу, как говорится, если пришли банды, и вот поделили они рынок на три части, потом взяли, одну группировку кинули. Как вы думаете? Меня вдруг посетила очень интересная мысль. Может, глупая, может, не глупая. Коль вы находитесь, ну, я имею в виду Россию, да, ну, вы как представитель России. Коль вы находитесь под влиянием, да, так может быть, как говорится, опять вам сдаться, как в 91-м году, чтобы оно опять развалилось. Чтобы не, ну, это самое, чтобы Америка опять, как бы, в очередной раз вас победила. Ну, так сдаться, а какой в этом, как говорится, ну, сдаться, и если сдаться, ну, не важно, кому, да, ну, значит, получается, все, что на территории России будет уходить тому, кому сдать. Это так, как и было в 91-м году. Вы, наверное, забыли, что, и вы никогда не задумывались, почему у вас нет ядерного оружия. Ну, это отдельная тема. Это отдельная большая тема. Вы думаете, я даже знаю, что вы думаете. Но поверьте мне, это все было сделано только в одном плане, чтобы собрать в одну кучу, и потом это почему-то ушло куда-то. Вот, тот же, нафиг, там, не знаю, тоннами этот, как говорится, обогащенный уран уходил куда-то. Это в России осталось то, что еще в шахтах стояло, не успели, как говорится, распилить. Ну, и что будет, если Россия сдаться? Как я и говорил, все очень просто. Очередная приватизация, нефтевышки будут, и начнутся опять 90-е годы. Я 90-е годы уже в своей жизни видел. Молодежь эта дебильная, которая выходит, она этого не видела, она не понимает, что это будет. Ни хрена не будет. Если вы думаете, что Америка, придя к вам в Украину, или придя к вам, к нам, там, ну, грубо говоря, придя в Россию, или в какой-нибудь, неважно, Гондурас, принесет то же самое, ту же цивилизацию, которая есть в Америке, то я хочу вам, хочу, чтобы вы посмотрели на соседей. Вот прямо рядом с Америкой есть Мексика. Чуть-то она туда, там цивилизации-то нет. Ну, дело в том, что, насколько я знаю, Америка не сильно хочет, чтобы... Ну, Мексика когда-то хотела войти в американские штаты, да? Была у них... Да нет, это вообще полная глупость, чтобы вы знали, я сразу вас перебью, извините, что последние штаты, которые забрала Америка из Мексики, это Калифорния и Техас. Калифорния последняя. И мексиканцы, поверите мне, очень не любят американцев. Особенно на границе Калифорнии. Вот если ехать в Тихуану, первое, что я делаю, когда я там бываю, это я говорю, я не американец. Я Руссия. У них Раша звучит как Руссия. Понятно. И они сразу нормально. Они не любят их, они помнят это еще до сих пор. Ну, а заметьте, об этом никто не говорит. Понятно, понятно. Так что это все... Ну, как свои. Это вот как раз то, что... Вы понимаете, в мире на самом деле, ну, просто, опять-таки, никаких не претензий, но зачастую, ну, вранье на самом большом уровне. И где-то оно, правда... Это их работа такая врать. Политика это их работа врать. Тут понятно, это тут и спорить с вами не будет. И политологи, и так далее, они пытаются, да, что-то там запудрить нам в мозги, чтобы мы думали не о том, о чем... И я поэтому, что хочу сказать. Я понимаю, что народ Украины сделать ничего не может. Потому что, опять-таки, решает все вот это вот предверхнее кольцо. Понимаете? Оно или выше, или ниже. Это всегда так было. Даже во времена Сталина. Почему Сталин-то и зачищал их? Понимаете? Если бы он народ уничтожал пачками, именно народ, рабочих и крестьян, то никто бы про него плохого слова не сказал. А так как он зачищал вот этих вот бояр, поэтому, блин, нафиг его и хаят. Так и везде было, заметьте. Что, у нас этого самого Ивана Грозного не хаяли? Ивана Грозного хаяли все. Испокон веков рабочий ругает мастера. Мастер ругает начальника цеха. Начальник цеха ругает директора завода. Это, как говорится, было, есть и будет. Да, но ругань-то руганью. Вот вы возьмите даже это самое, как говорится, ну, далеко же вы живы, помните, мы же с вами еще живые, да? Я помню Советский Союз. Вот, заметьте, та верхушка, верхушка, даже сам Брежнев, ведь когда вот умер, у них даже квартиры, блин, нафиг, как таковых, там, эта дача у них забрали, это забрали. У них-то, в общем-то, почти ничего и не было. Вот именно, понимаете? А вот предверхушка жила уже по-другому. А самая интересная предверхушка предверхушки вообще по-тяжелому. И, кстати, чтобы вы немножко знали, ну, такая интересная информация, которую я накопал, я просто делюсь информацией, не то, что них там, это, не, это. Советский Союз, кстати, начал, ну, развал Советского Союза началось с того, когда появились нефтяные деньги, потому что в свое время аккумулировалась, так скажем, этот самый, ну, казна коммунистической партии. Так вот этот вот, вы же помните, был Госкомплан, Государственный комитет планирования. Вот, и вот вы не поверите мне нафиг, вот можете меня перепроверить. Очень интересная фигня получается, что оказывается, тогда, продавая нефть, вот это самое, тогда в основном продавали такую нефть, а бакинскую, вот это вот, Сибирь, в общем-то, не было особенно развита, тем более Сахалин и вся эта ерунда. Так вот, когда появилась, так скажем, ну, вот это вот, сверх, скажем, сверхдобыча нефти, то вот это вот, опять-таки, вот эта предверхушка начала понимать, что у них в бюджете есть бабки, если их даже в карман положить, а жить-то никак нельзя, понимаете? Вы же помните тогда, как говорится, откуда дача, откуда там третья машина и так дальше, и так дальше. Вот, вот эта предверхушка-то все и сделала, блин. В принципе, как и на Украине. Вот так вот, блин. Поэтому, когда у нас просто кричат, это Горбачев, это, сука, только Горбачев, это далеко не только Горбачев. А самый интересный человек, который особенно помогал делать перестройку, это так называемый, заметьте, Яковлев. А кто бы у нас был Яковлев? Заместитель Горбачева попалить там, блядь, вот этой всей части. Помню, помню такого. Помните? А вы сейчас, вот мы с вами договорим, наберите даже, посмотрите, а где он учился? Прикиньте, в Америке. А как вы думаете, пока он учился здесь в Америке, ему не объяснили, что он может жить как человек настоящий? Ну и вот. Ясненько, ясненько. Поэтому, когда мы были все вместе, нам было всем пофигу. И, кстати, заметьте, в мире не было ни восстаний, ничего. Все было относительно, понимаете, мы все постарались соблюдать вот те границы, которые были после 45-го года. И каждый старался это удержать. То есть, в принципе, приоритет какой-то был. Но как только мы, получается, кого-то съели, а теперь надо... Короче, я так понял, вы хотите восстановить вот этот вот, как бы, Советский Союз? Ну, если бы у меня была волшебная палочка, то да. Потому что я... Ну, естественно, знаете почему? Подождите, вы сейчас вообще удивитесь. Хотите, я вас еще удивлю? Давай. Я бы даже, с 8 хотел бы, чтобы был Советский Союз, для того, чтобы в Америке стало лучше. Вы не поверите. Когда был Советский Союз, вот я приехал, да, это только развал. А я еще помню, когда они, из-за того, что в Советском Союзе были какие-то соцпрограммы, да, вы же помните, их до хера было. И здесь были соцпрограммы. То есть, в принципе, люди, они тоже получали там, ну, про какие-то там пенсии, там, неграм там, этот самый, как его, пособия, еще что-нибудь. У нас много сказок рассказывают. Но, тем не менее, здесь действительно были соцпрограммы. Я лично даже теми пользовался. Ну, когда? Не надо ни перед кем вымпедриваться, понимаете? Это грубо говоря, ну, представьте, вот у вас сосед, и вы, да, вот вы. Сосед говорит, а я жене шубу купил. Вы такой, ну, и я своей купил. А когда сосед уже не покупает, ну, нет соседа, и вам не надо жене шубу покупать. Ну, хорошо, своей волшебной палочкой вы бы восстановили страны Варшавского дома? Ой, блин, это вообще было бы, во-первых, идеально было. И, кстати, жили они офигенно, не надо мне говорить. Вот я-то там точно был. не скажите, я был, вот тут, поспорили, значит, я был в Варшаве. В каком году? В 19-м. И отношение было ко мне, скажем, мягко говоря, не совсем. Ну, правильно. Нас теперь поссорили. А я помню, когда я заходил на стройку, даже без бутылки, и мне тут же, ой, русский, и мне тут же доставали, а тем более, когда я служил, поверьте мне, дофига чего есть интересного рассказать. И, этот самое, и мы все, помните, воспитывались на таком, этот самый, как его, фильме, там, три танкиста и собака. Там, Яны как-нибудь. А, четыре танкиста и собака. Да-да-да-да-да-да-да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok